Здесь все как в настоящем бою. Спасение раненого и прикрытие отхода. Это один из командных этапов турнира по практической стрельбе среди подразделений спецназначения памяти героя России Дмитрия Житкова и кавалера Ордена Мужества Алексея Кузнецова. Капитан Дмитрий Житков во время Второй Чеченской войны при преследовании боевиков был тяжело ранен, но продолжал руководить подразделением и корректировал огонь артиллерии. В итоге было уничтожено семь боевиков, трое лично Житковым. От ранений Дмитрий скончался в госпитале, но не потерял ни одного своего бойца. Подполковник Алексей Кузнецов был удостоен награды кавалера Ордена Мужества. Он служил в спецподразделениях, поэтому фотографий и информации о нем в открытом доступе нет, но коллеги по цеху о нем, конечно же, знают. Турнир памяти героев пятый раз проходит на полигоне стрелкового клуба Антей и собрал 15 команд. А это как минимум 60 лучших бойцов МВД, ФСБ, Росгвардии и регулярных войск Министерства обороны. Все это проходит в такой обстановке, максимально приближенной к реальным условиям использования оружия. Никогда мы как спортсмен можем в чистой одежде выйти, нас никто ничего не беспокоит, спокойное дыхание, встали. Здесь парни таскают раненого по 800-900 метров, тяжелого, которому 80 килограмм. Вынуждены вести огонь с коротких остановок, все это в песке, в дожде. Используются различные прицелы. Формат турнира, несмотря на уже пятый раз, проведение остается экспериментальным. Организаторы постоянно что-то меняют, улучшают, делают сложнее. Но каждый раз испытывают все этапы на себе. Один из организаторов, который придумал полосы препятствий, смотря на участников, сдерживает себя, чтобы не пробежать дистанцию вместе с ними. Он является сотрудником спецподразделений, поэтому показывать его лицо мы не можем. Но выход можно всегда найти. Для каждого спецназовца такие испытания, такой вызов, который бросает жизнь другие подразделения и хочется преодолевать. Безусловно, тяжело, безусловно, работа на максимуме, но в этом и смысл, чтобы заставить себя испытать вот этот стресс и стрелять на стрессе. Тут каждое упражнение такой уникальный комплекс таких вот задач, которые должен выполнять сотрудник и команда в целом. В каждом упражнении есть куча секретов и глядя на подразделения, мы понимаем, что каждое упражнение различные подразделения проходят по-разному. А это уже другой этап. Тоже проверка выносливости и физической подготовки. Здесь нужно сначала выполнить по сто раз подтягивания и жим штанги. По итогу этап полностью не поддался никому. Максимум, сколько смогли набрать команды, это 82 очка. Здесь они складываются не только после двух снарядов. В основном здесь на упражнении за четыре минуты стелки укладываются. Если вдруг стрелок не укладывается, например, не сделали штангу, какое-то количество повторений, либо турник, соответственно, штрафные баллы вычитаются из набранных на мишенях очков. Варианты этапов и проверки физической готовности разнообразны. На других не легче. Бить кувалдой по шпале, тащить командной большие веса, а потом еще и стараться точно поразить все цели. Для бойцов-участников это не только соревнования и выявление лучшего, но и совершенствование своих навыков. Всегда любой спортсмен, участник, воин хочет победить, безусловно. Но победа, она всего одна. И чемпион становится только один. Поэтому в этот раз нам угнулась удача. Подготовка была к этому проведена определенная. Ну и все сложилось. После двух дней тяжелых испытаний соревнования завершены. Бойцы выстроились на долгожданную церемонию награждения. По итогу первое место заняла команда управления ВФСБ или более известная как вымпел. Вторыми стали бойцы «Альфа». А третье место заняли сотрудники Нижегородского СОБРа. Но награды здесь не самое главное. Такие турниры проводятся не только для соревновательных целей, но и для почтения памяти. Героев России помнят и память эту передают. Организаторам отдыхать некогда. Нужно готовиться к следующему году, чтобы вновь сделать турнир сложнее и интереснее. Артемий Котков, Денис Каримов, Николай Прохоров и Иван Масов. Время новостей.